1 сентября в школу на Гомельщине отправились более 140 тысяч детей. О том, как сохранить их здоровье в период обучения, будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь. Александр Тарасенко. Главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Родился в 1974 году в Ветковском районе Гомельской области. В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени Мечникова. В 2007 году академия управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1997 врачом-стажером Ветковского районного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В 2000 году возглавил коллектив этого учреждения. В 2009 году назначен главным государственным санитарным врачом Светлогорского района. А в 2012 году Гомельская область. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 77 68 45 Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего диалога, предлагаю обсудить некоторые другие актуальные вопросы. Скажите, пожалуйста, Александр Александрович, у вас есть привычки, которые считаются вредными для здоровья? Ну, если говорить про вредные, то я, прежде всего, отношу это к профессиональной деятельности, больше это гиподинамия или, может, незначительный или недостаточно активный образ жизни. Но вместе с тем стараюсь, когда есть возможность, активно отдыхать с семьей на природе, ну и заниматься какими-то видами спорта. Это можно отнести уже к полезным привычкам, да? Считать, что все-таки они у вас есть. Можно ли сказать однозначно, здоровье жителей нашей области со временем становится крепче или ухудшается? Какие здесь тенденции прослеживаются специалистами? Если рассматривать, прежде всего, медико-демографические показатели, которые наблюдаются по Гомельской области, то можно отмечать ежегодные улучшения. Об этом говорят такие цифры, как увеличение рождаемости населения Гомельской области ежегодное, уменьшение, соответственно, смертности, уменьшение, естественно, убыли до минус 0,5. В принципе, эти показатели на уровне среднереспубликанских и наряду с вышеуказанными показателями отмечается и снижение заболеваемости, общей заболеваемости за счет ряда соматических заболеваний. Поэтому, если говорить о тенденции последних лет, то можно говорить об улучшении все-таки здоровья населения Гомельской области. Что касается приверженности вредным привычкам, то как меняется ситуация? Ситуация на основании социологических опросов, только на основании их можно говорить о тех или иных изменениях по употреблению психоактивных веществ, табакокурения, наркотических средств, алкогольных напитков. К слову сказать, что в июле месяца текущего года мы проводили социологический опрос среди населения всех районов области и города Гомеля. Если давать процентное выражение, то на сегодняшний день употребляют табак или курят у нас 34% от опрошенных. В основном это население от 20 до 50 лет. Употребляют алкогольные напитки 23%. Энергетические напитки и слабоалкогольные напитки в основном это распространение имеет место быть среди молодежи. А употребление вин и крепких алкогольных напитков уже у населения 30 и старше. По наркотическим средствам или употреблению наркотиков 94% от респондентов отрицали их употребление хотя бы даже единожды. Ну люди, которые в возрасте от 20 до 50 лет, если я не ошибаюсь, вы назвали, которые у нас курят. Больше, да. Вроде бы люди, которые взрослые, которые уже понимают, что они делают. А что касается распространения этих вредных привычек в подростковой среде, вот среди школьников, студентов? Да, такое место, конечно, имеет место быть, но если говорить по тенденции, то ежегодно отмечается снижение употребления психоактивных веществ. Что не может не радовать. Конечно же. Наверное, в какой-то степени это и есть результат той масштабной работы, которая на протяжении очень многих лет велась и продолжается. И продолжается. Скажите, пожалуйста, вот эта необычайно жаркая погода этого лета как-то повлияла на эпидемическую ситуацию на Гонщине? Я хочу сказать, что эпидемическая ситуация была стабильная, в том числе и по острым кишечным инфекциям, для которых характерен сезонная заболеваемость в летний период. Мы не отмечали групповых заболеваний, не отмечали заболеваемость в учреждениях образования, потому что в учреждениях образования функционировали пришкольные лагеря, более 800 в течение всего летнего периода. Поэтому меры профилактического характера нами, конечно же, на всех районах применялись такие. Это и работа не только в будни, но и в выходные, и в праздничные дни. Это проводился мониторинг, в первую очередь, объектов торговли, общепита, пришкольных лагерей, летних оздоровительных стационарных лагерей. Нарушения, конечно же, фиксировались. В основном это реализация продукции, несоответствующей по холоду, с истекшими сроками годности, без документов, ну и ряд других нарушений. Как всегда, накануне эфира программы «Диалог» наши корреспонденты вышли на улицы города, чтобы узнать мнение гомельчан. Доверяете ли вы качеству приобретаемых товаров? Таким был вопрос. Давайте узнаем ответы. Продуктовым доверяю белорусским. А если обуви, то не очень. А импортным? А смотри какая. Она взрослая. Есть хорошая, а есть тоже не очень. Больше вообще предпочитаю действительно белорусское вообще. И мясные продукты, и молочные особенно вообще. А промышленные товары? Промышленные. Технику или электротехнику, конечно, белорусскую я не предпочитаю вообще. Не знаю, с одежды. Есть кое-что можно купить белорусское вообще. Но в основном, не знаю, цены очень большие. Больше обращаю внимание на белорусские товары. Белорусских производителей. А на производителей других я как-то меньше обращаю внимания. А вот белорусские, что касается продуктов, питания, это только белорусские. Белорусские товары больше идет контроль на них, больше доверяем их. Но импортные, ну, смотря какие. Ну, просто идет иногда импортные, ну, фирменные названия, но они подделками иногда, ну, получается. Ну, а местные товары здесь, ну, как я думаю, что идет на них больше контроль. Доверяю не всем. И не всем товарам, и не всех производителей. Ну, в зависимости от того, что берешь, продукты или товары такого бытового назначения. Допустим, продукты я предпочитаю наше производство белорусское. Молочное особенно. Раньше порошки хорошие были с Украины. Теперь я их не беру, допустим, мне не нравится. Импортных нет белорусских, да. Именно одежда качественная, очень качественная. Ну, и даже продукты, молочные продукты. Вот. И творог, и сметана. Ну, эти продукты очень хорошие. Импортные, ну, как бы сомнительно. Хотя они и проходят проверку, как бы их стандарт, но все равно белорусское есть белорусское. Вы имеете в виду продукты питания? Продукты питания, одежду. Взять у нас практически вся одежда на более натуральных. Лен, хлопок применяется, особенно для деток. Качественная продукция. Александр Александрович, ну, а оправдывают ли производители и наши магазины такое доверие покупателей? Производители, я думаю, больше, да. Да, торговая сеть, есть, конечно же, по некоторым торговым сетям у нас проблемы. С чем связаны? Ну, как я озвучил ранее, это систематическое нарушение. И в связи с этим приходится приостанавливать объекты не на один день, а на пять и более дней. В соответствии с указом 567-го президента Республики Беларусь. Но в тех объектах, которые уже были ранее проверены, появляются ли повторные нарушения? Как правило, если и выявляются, то текущего и незначительное. То есть меры в основном принимаются со стороны руководства и производственный контроль, который включает в себя производственную дисциплину, он улучшается. А что касается сферы общественного питания? Сфера общественного питания тоже, я скажу, что, если говорить, оправдала, то думаю, что оправдала. Это свидетельство тому, что у нас не было случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями и другими инфекциями, которые передаются. Пищевой фактор является основным для которых. Слава Богу. А производители, как Вы отметили, заслуживают высокого доверия. Потому что в Ваш центр как раз поступают образцы товаров для того, чтобы их как-то оценивали. Наш центр, госстандарты лаборатории и лаборатории еще ведомственные, которые относятся к Министерству сельского хозяйства. Если бывают проблемы, то с чем связаны? В основном это несоответствие продукции по микробиологическим показателям, но такие случаи у нас единичные. Скажите, пожалуйста, как сейчас проходят проверки в магазинах? Проверки проводятся в соответствии с указом 510 президента Республики Беларусь. Если касаясь торговли, то они планово проводятся проверки ежегодно. Также проводятся внеплановые, в том числе контрольные проверки. Осуществляется мониторинг, поэтому я думаю, что торговые сети общепит, они не обделены вниманием. И не один раз в год, а два и три, а где-то и чаще, в зависимости от того, как исполняет или же не исполняет санитарно-пенологическое законодательство тот или иной субъект хозяйствования. Начался новый учебный год, и насколько он будет эффективным, зависит от того, как ребят встретила школа. Скажите, пожалуйста, на что обращали внимание ваши специалисты при проверке готовности школ к новому учебному году? Мы принимали участие не только лично, как госценадзор, но и в соответствии с решениями или распоряжениями райисполкома создавались в каждом районе комиссии по приемке учреждений образования, в которую входили и наши специалисты. Поэтому могу сказать, что в первую очередь, конечно же, мы обращали внимание на исполнение наших предписаний, смотрели, как проведены текущие ремонты, как подготовились пищеблоки учреждений образования. Ну и по итогам, как были приняты, мы уже можем констатировать, что наши все школьные, дошкольные учреждения готовы к новому учебному году. Какие-то проблемные моменты выявлялись во время проверок или все действительно было абсолютно влажно? Да, конечно, не без проблем. Я хочу сказать, что эта компания по приемке школ проводилась не в августе, а начиналась в июле, поэтому где-то были несовременные ремонты, где-то неисполнение полное предписаний, или же проблемы, требующие даже капитального ремонта, поэтому не без проблем. Но, в принципе, эти проблемы, которые препятствовали бы обучению или воспитанию наших детей, они на сегодняшний день отсутствуют. Спасибо большое. В продолжение этой темы у нас подготовлен сюжет. Внимание на экран. 1 162. Именно столько учреждений образования еще раз посетили работники Центров гигиены и эпидемиологии общественного здоровья накануне нового учебного года. Врача-гигиениста Елену Шуст в 56-й Гомельской гимназии ожидали. По словам администрации, вопросами укрепления здоровья детей здесь занимаются постоянно и в соответствии с рекомендациями специалистов. В том же фойе, например, сделали зону снятия нагрузок для учащихся младших классов. Санитарные нормы в Беларуси вообще достаточно жесткие. Предусмотрено все, и какие стулья с партами должны быть и как классы в зависимости от температуры наружного воздуха проветривать. Правда, выдержать все параметры часто бывает достаточно проблематично и далеко не всегда по вине школы. Специально для нас ученица второго класса демонстрирует свой рюкзак, книги, пенал, прочие школьные принадлежности. Как ни считая, в санитарные нормативы никак не уложиться, но рюкзак явно тяжелее. Санитарными правилами регламентировано для первых, вторых классов полтора килограмма максимальный вес ранца. Это уже с учебниками, с тетрадками, всеми школьными принадлежностями. Для среднего и старшего звена от двух до трех с половиной килограмм. То есть среднее звено пятые, седьмые, восьмые классы это два килограмма, старшее звено старшеклассники от девятого до одиннадцатого три с половиной килограмма. В нормативы практически никогда не укладываются и учащиеся средних классов. Мы взвесили рюкзак шестиклассника Михаила, около четырех килограммов. Это без тех же яблок и прочих продуктов, которые родители обычно кладут в сумки своих детей. Теоретически хотя бы частично решить проблему можно размещением в классах специальных шкафчиков, в которых дети будут постоянно хранить спортивную форму или все необходимое для уроков труда. Но на практике в большинстве школ места для таких шкафчиков просто нет. Еще один выход это предоставление учащимся на уроках электронных планшетов, чтобы не носить в школу учебники. Такие попытки уже предпринимаются. Мобильные электронные классы это требование сегодняшнего дня. Когда мы можем с одного предмета на другой переносить, перевозить и в связи с потребностями, которые возникают у учащихся и учителей, то есть предоставлять детям электронные средства обучения, мобильные. Однако свои минусы есть и здесь. Существуют жесткие ограничения по времени пользования школьниками электронными устройствами. Некоторые преподаватели используют на уроках дидактические материалы, не требующие наличия учебников. Однако назвать такую практику распространенной пока нельзя. Впрочем, только требованиям к весу портфелей и внимания специалистов к здоровью школьников не ограничивается. Вместе с врачом-гигиенистом Еленой Шуст и директором 56-й Гомельской гимназии Оксаной Капустиной наша съемочная группа посетила еще и школьную столовую. Чистота, порядок и соблюдение всех санитарных норм. К этому учреждению образования вопросов нет. Вообще, в начале летних каникул администрации всех учреждений образования получили предписание с указанием вопросов, на которые необходимо обратить особое внимание. Перед началом учебного года исполнение этих рекомендаций проверили. Существенных замечаний у специалистов Центров гигиены и эпидемиологии общественного здоровья не оказалось. Паспорта готовности получили все школы, гимназии, лицеи, колледжи и детские сады. Проводили мониторинг качества подготовки учреждений. И на что обращалось внимание? На создание здоровья и берегающей среды. Это и состояние санитарных блоков, условия для соблюдения правил личной гигиены. Это и условия проведения уроков физкультуры. Это и на учебные классы, в том числе компьютерные кабинеты. Уровень искусственной освещенности. Ну и главная, конечно, проблема – это качество подготовки пищеблоков. Это эпидемически важный вопрос, чтобы в пищеблоке столовые были хорошо подготовлены к новому учебному году. Вы смотрите диалог на ваши вопросы. Готов ответить главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, является ли здоровьесберегающей среда, образовательная современной белорусской школы? Я могу полностью с уверенностью сказать, что да, является. И нельзя сказать, что уже те работы, которые проводятся, они остановились. С каждым годом усовершенствуется здоровьесберегающая среда в учреждениях образования. И заключается, конечно же, это и в приобретении школьной мебели, реконструкции систем освещения, реконструкции систем водоснабжения, улучшение санитарно-технических узлов и в целом улучшение пребывания детей в учреждениях образования. Действительно, для того, чтобы для всех этот учебный год прошел удачно, рабочее место школьника должно быть организовано правильно, комфортно. Как это сделать? – Совершенно верно. И суть заключается в том, чтобы ребенок действительно себя чувствовал комфортно. То есть создание для него рабочего совпраздного места – это, прежде всего, состояние мебели, соответствие ее росту ребенка. – это освещенность, как я уже говорил. Потому что от того, на каком уровне освещенность, как искусственная, так и естественная, уже зависит и в дальнейшем, какое у ребенка будет по следующим зрение, чтобы оно не ухудшилось. И, конечно, я бы еще остановился и с таким советом для родителей, мы сказали, что не только рабочее место в школе, но и рабочее место при выполнении домашних заданий дома тоже должно по максимуму соответствовать тем требованиям, которые предъявляются. А это желательно иметь стул, который регулируется, стол, чтобы соответствовал и был на уровне солнечного сплетения ребенка. Следить за тем, чтобы ребенок соблюдал осанку, потому что, опять же, как и острота зрения, чтобы в дальнейшем, как ребенок работает, сидит, не повлияло на такое заболевание, как сколиоз. Не вызвало его, конечно же. Если рост ребенка выше, чем у его одноклассников, могут ли ему поставить другую парту? Для этого и должны быть парты для разного возраста, как я сказал. И поэтому для детей, которые выше своих сверстников, обычно они рассаживаются на первый или третий ряд и меняются, соответственно, с третьего на первый ежегодно, в сентябре и январе месяцах. Скажите, пожалуйста, что касается учебы во вторую смену? Какие правила здесь существуют для того, чтобы такие занятия не вредили здоровью детей? Во вторую смену обычно занятия не должны начинаться позже 14 часов. Соответственно, первая смена начинается в 8 утра, заканчивается не позднее 19.30. Поэтому только у временного характера существуют ограничения. Родители школьников знают, какие сейчас нагрузки даже для самых маленьких детей. Сколько ребенок должен в день читать, считать, писать? Какую нагрузку он может выдержать, скажем так, если в часах ее измерять? На каждый день сложно сказать. Все соответствует с учебными программами. Но есть учебная нагрузка в часах на неделю. И, к примеру, если это касается первых классов, то максимальная нагрузка в неделю 22 часа. Если это старшая класса, 11 класс, то максимальная нагрузка должна составлять не более 34 часов в неделю. Что касается выполнения домашнего задания, то сколько без вреда для здоровья может тратить на них школьник? Опять же, все зависит от возраста. Конечно. Первоклассникам, согласно санитарно-пилоническому законодательству, вообще не задаются домашние задания. И запрещено задавать. Младшим классам 1 час 20 минут. Ну, а если уже говорить про старшие классы, то до 3 часов. Мы по себе, даже взрослые люди, это прекрасно знаем, что для того, чтобы сохранить работоспособность, нужно чередовать умственные нагрузки и какой-то отдых. Какие рекомендации здесь есть у специалистов, чтобы вы посоветовали в первую очередь родителям? Потому что я думаю, что учителя начальных классов, они это прекрасно знают, когда им нужно детей развлечь, немножко отвлечь, какую-то гимнастику сделать. А родители иногда зачастую, вот этого, наверное, не знают или не понимают, что ребенку нужно какое-то время, чтобы отвлечься и чем-то себя занять иным. Расскажите, пожалуйста, как это правильно сделать? Ну, если говорить про школу, правильно вы сказали, педагоги знают, администрация знают, для того и создаются перерывы, чтобы ребенок и отдохнул, и пообедал, и перешел с одного класса в другой. Ну, а если касаться занятий дома, то, конечно же, после занятий в школе необходимо как минимум полтора-два часа, чтобы ребенок находился на улице. Ну, а если уже домашнее задание, что касается, когда ребенок выполняет дома, то после каждых 30 минут рекомендуется 15-минутный перерыв. Ну, опять же, домашнее задание рекомендуется делать с 16-ти до 18-ти. И перерыв должен быть, конечно же, на какую-то другую деятельность, не на просмотр мультфильма и не на санкетурную игру. Совершенно верно. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, какой длины должны быть перемены в школе? Потому что, конечно, понятно, что хочется, наверное, ребенку уйти пораньше и родителям тоже как-то просчитать свое время, но чтобы легче и качественнее усваивались предметы. Перерывы в основном 10 минут, но после второго и третьего, а в основном делают после третьего урока, перерывы до 30 минут. И, конечно, не последнюю роль в том, насколько комфортно будет себя чувствовать ребенок в школе играет то, во что он одет, какие требования санитарная служба предъявляет к составу костюмов школьников? Определенных требований нет, есть только рекомендации. Поэтому, конечно же, несмотря на отсутствие требований, мы проводим мониторинг школьных базаров, которые активно работают в августе месяце. И поэтому рекомендация только одна. Да, и, заходя из опыта мониторингов, которые мы проводили по школьным базарам, содержание синтетических тканей должно не превышать 67. Да, конечно же, если уже полностью синтетическая ткань в 100%, то она только может применяться для каких-то торжеств, карнавалов и так далее. Поэтому настоятельно комендую родителям приобретать как можно больше содержания, чтобы было в ткани натуральных, не синтетических. В принципе, вся эта информация указывается или должна указываться на продукции, которые реализуются. А при проверке школьных базаров, о которых вы говорили, выявлялись нарушения? Я скажу, что, к счастью, нет. В основном школьные базары проводились нашими крупными торговыми сетями. Они знают прекрасно требования санитарно-пенологического законодательства или же рекомендаций, поэтому особых нарушений не выявлялось по реализации костюмов. То есть такие добросовестные у нас производители. Да. Ну и я скажу, что по костюмам, как таковых, как раньше в советское время, нету требований. Да, есть некоторые гимназии, лицеи, где устанавливают свою форму, и они пытаются прийти к единому стилю. Ну а так вправе родитель уже сам выбирать, как его ребенок, во что будет одет. Часто такой предмет, кем-то очень любимый, кем-то, наверное, нелюбимый, как физическая культура, ставится в школьном расписании первым или вторым уроком. Разумно ли это, на Ваш взгляд? Потому что, конечно, школы далеко не все оборудованы какими-то душевыми кабинками, дети приходят разгоряченные на следующий урок, где им нужно, к примеру, сосредоточиться и решать какие-то серьезные задачи. Как Вы к этому относитесь? Ну, вообще, с санитарными правилами допускается проведение не более раза в неделю, проведение урока физической культуры первым уроком, но не более одного раза в неделю в одном классе. Могут два раза подряд, но это уже исходя из особенностей наличия педагогического состава. Сколько времени в течение дня ребенок должен находиться на улице? Тоже, наверное, в зависимости от возраста. Расскажите, пожалуйста. Ну, на улице здесь, как кому уже позволяет, строгих таких правил нету, но как можно больше. И я уже говорил выше, не менее, я считаю, двух часов. Потому что это и отдых от занятий, это и своего рода здесь присутствует механизм закаливания. Уже в младшей школе, как Вы говорили, это одна из самых, к сожалению, частых школьных проблем у детей портится осанка. Какие рекомендации Вы могли бы дать, как этого избежать? Что делать? К нарушению осанки, конечно же, влияет то, что наши дети, конечно же, и определенная гиподинамия у них, то есть статическое состояние, сидя за партой, единое статическое. Поэтому, конечно же, я здесь порекомендую, как можно больше после занятий на переменках, как это уже позволяет, активный отдых. Ну, а родителям, опять же, еще раз настоятельно рекомендую следить за тем, чтобы ребенок соблюдал осанку. Если кратко сказать, какая она должна быть, то Вы можете представить ребенка к стенке, затылком, чтобы он касался затылком, лопатками, икроножными мышцами, пятками. Отошел потом от стены, и он почувствует, какая должна быть все-таки правильная осанка. Потому что у каждого, наверное, свое понятие, какая она должна быть. Ну, понятие, да, но есть у врачей вполне конкретное представление о том, какая она должна быть. И еще в последнее время с появлением компьютеров и с тем, что дети так много времени проводят вот в этой статичной позе, становится ли эта проблема актуальнее, острее, по сравнению, может быть, с предыдущим поколением детей. Да, это мы отмечаем. Проблема становится острее. Потому что и есть ограничения по занятию на электронно-учислительных машинах. Опять же, каждому возрасту они разные. Но и дома я бы рекомендовал, как от просмотра телевизора, регламентируется не более двух часов в день просмотр телевизора для детей младшего школьного возраста. Ну, а для взрослого тоже, в принципе, такой же период. В том числе и работы на электронно-учислительных машинах. Продолжим еще эту тему. Дорогие друзья, присоединяйтесь к диалогу 77 68 45 с номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и слушаем поступивший к нам вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько раз в течение учебного года проверяться должны школьные столовые? Спасибо. Спасибо за звонок, Александр Александрович. Я скажу, что школьные учреждения, они у нас проверяются один раз в год планово, в обязательном порядке, поэтому как минимум один раз в год. Но получается, что проверяются или же мониторятся школьные столовые и чаще, ввиду их эпидемической значимости. Конечно. Ее сложно переоценить. А какие выявляются нарушения? Нарушения, фиксируем которые при проверке мы пищеблока в школьных учреждениях, в принципе, где-то не работает технологическое оборудование. Или же не работает эффективно. Хранение продукции, опять же, без холода, или же товарное соседство не соблюдается. Ну и фиксируем, к сожалению, текущее нарушение. Иной раз, хотя это намного реже, чем по объектам общепита, приходится и на санитарный день закрывать. Ничего себе. Соответственно, принимаются и меры к руководителям, и в том числе и поварам. Казалось бы, такой объект стратегической важности в школе, и все-таки какие-то нарушения выявляются. Да, присутствует в основном здесь человеческий фактор. Но мы реагируем. Нам, конечно же, в этом помогают и учреждения образования. В принципе, у них создаются свои комиссии. И я еще раз говорю, что такие уже случаи неудовлетворительного состояния пищеблока, это уже для нас это ЧП. И это единичные случаи, если фиксируется. В основном летний период при организации школьных оздоровительных лагерей, пришкольных. Это одна из ключевых составляющих крепкого здоровья, правильное рациональное питание. Если уже не говорить о том, что могут быть какие-то нарушения, то в целом, как вы оцениваете качество того, что предлагают детям по меню, по его ценности? Ну, я хочу сказать, что меню проходит государственную энергетическую экспертизу. По ценности соответствует рекомендуемым физиологическим нормам, которые утверждает Министерство здравоохранения. Да, может, не всегда получается с денежными нормами, но эти вопросы, в принципе, регулируются. По продукции, которая реализуется как на пищеблоках, то есть столовых или же буфетах, тоже есть свои ограничения. И поэтому здесь тоже мы смотрим, чтобы не реализовывались сладкие напитки газированные, чтобы не реализовывалась продукция острая, чипсы, допустим, кондитерские изделия, но это больше касается булочных изделий, тоже допускается, но не более чем два раза в неделю. То есть у детей, чтобы было здоровое, сбалансированное питание. И оно дополняло то питание, которое осуществляется через столовые учреждения образования. То есть вот столь любимые детьми и столь вредные для них продукты, как чипсы, газировка сладости, все это из школьных буфетов ушло, ребенок не может отвергнуть какой-то салат, который ему предложили, и купить вместо него то, что он любит. Купить, да, он не может, но салат, который он любит, я думаю, что повара работают квалифицированно в каждом учреждении, поэтому они должны быть такими. Я хотела бы вернуться к теме, которую мы уже с вами затронули. Это проведение времени ребенком перед компьютером, оно, конечно, может быть и не бесцельным. Оно может быть очень полезным, и школы в последнее время стремятся вот к такой контерактивности, к ведению новых технологий, каких-то развивающих компьютерных программ. И для родителей это часто такая альтернатива, им проще. Ребенок делом занят, а родители заняты в это время домашними делами. Скажите, пожалуйста, с какого времени, даже если мы говорим о дошколятах, ребенок может проводить время за компьютером? С 5-6 лет он может проводить время за компьютером. До этого возраста, соответственно, категорически не рекомендую родителям, чтобы ребенок проводил время за компьютерами. Ну а с 5-6 летнего возраста тоже есть свои ограничения. Это 10-20 минут. С возрастом, конечно, время увеличивается. Но я бы не рекомендовал, опять же, родителям, чтобы их дети проводили время свободное, в основном за компьютером. Лучше действительно поиграть со сверстниками на улице. То есть проводить активный отдых на улице. С 5-6 лет вы сказали. Я думаю, что для родителей молодых, у которых совсем маленькие дети, это неожиданная информация. Потому что сейчас модно даже совсем малышей учить читать именно с помощью каких-то развивающих мультфильмов, песенок. Это все в такой очень привлекательной для ребенка форме. Очень ярко, очень интересно. И действительно малыш какое-то время застывает перед экраном и смотрит. Чем опасно? Расскажите, пожалуйста. Ну, прежде всего, здесь опасно нарушениями в дальнейшем со стороны органов зрения. То есть постоянная концентрация, она влияет потом на снижение зрения. Зачастую компьютеры, опять же, просматривают еще и в ночное время без освещения, что еще более усуглубляет работу наших органов зрения. Поэтому я еще раз обращаюсь к родителям, чтобы как можно меньше все-таки ваши дети находились за компьютерами. Хотя в этом сложно их зачастую убедить. Слишком велик соблазн для обеих сторон. И для младших, и для старших. Спасибо, Александр Александрович. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слышим вас. Алло, пожалуйста, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос. Вот у нас в школе, как правило, среднее и старшее звено занимается в кабинетной системе. И, допустим, у учителя... И в пятые классы, допустим, тут же через урок приходят туда седьмые классы, десятые и так далее. Не слушайте, пожалуйста, себя. Не слушайте. И у меня такой вопрос. Как можно по росту распределить парты, когда вот такой вот идет... Ну, просто идут классы за классами. Резонное замечание. Поняли вас. Спасибо большое, Александр Александрович. Ну, действительно, допускается чередование классов между пятыми-одиннадцатыми классами. Но здесь я соглашусь с телезрительницей, что действительно должен соблюдаться тот принцип, что мебель должна... школьная мебель должна соответствовать росту ребенка. Мы, опять же, отмечу, что при проверке учреждений образования фиксируем такие нарушения, когда учебная мебель не соответствует росту ребенка. Ну, эти проблемы, они устраняются. И тоже они не так чисты. Я скажу, что ежегодно приобретается мебель. Вот, если говорить по памяти, то в текущем году было приобретено около 7 тысяч единиц школьной мебели, в том числе и 50 конторок. Поэтому, если такие факты есть, вы можете набрать номер телефона нашего учреждения, 75-72-85, и указать данный факт, то есть указать ту школу, и мы, конечно же, посмотрим, как там обстоят дела. Хотя, если возвращаться к нашей теме разговора, я не думаю, что в ходе подготовки школы эти моменты не смотрелись. Я думаю, что администрация школы всегда пойдет навстречу. Ведь это и их задача тоже сохранить здоровье детей и стремиться к тому, чтобы дети учились как можно лучше. Скажите, пожалуйста, как родители могут оценить, справляется ли их ребенок с теми нагрузками, с которыми он должен встречаться в школе, физическими и умственными? Ну, здесь только можно сказать по психоэмоциональному состоянию ребенка. Если ребенок вдруг стал вялым, не реагирует на какие-то предложения, то здесь можно уже, конечно же, подозревать, что есть то или иное переутомление. Потому что, в принципе, переутомление – это уже порог с точки медицинского зрения, это порог уже некой болезненности. Поэтому, если только вы заподозрили, что ваш ребенок имеет признаки переутомления, то, конечно же, здесь я советую обратиться к педиатру. Пожелаем всем хорошей учебы, хорошего настроения. Скажите, пожалуйста, вот в преддверии эпидсезона, как в условиях такой большой скученности противостоять инфекциям в детских коллективах? Да, всегда, когда возвращается в коллектив дети, то есть после каникул, летних или же весенних, зимних, мы отмечаем некоторый рост заболеваемости. В основном это заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Поэтому уже который год подряд проводится кампания по вакцинации как детского, так и взрослого населения, кстати, который уже начнется с сентября, то есть с текущего месяца. Поэтому считаю и убежден, что, это доказано, кстати, что вакцинация это единственный эффективный метод профилактики острых респираторных инфекций наряду с неспецифическими средствами лечения. Какие планы в этом году по вакцинации населения? Планируется привить 41% населения области. Это 520 тысяч населения нашего региона. Вакцинация будет продолжаться с сентября по 1 декабря. И иммунитет, который выработается у человека, он, в принципе, защищает его на протяжении полугода с момента введения вакцины. Кто имеет право прививаться бесплатно, а кто за прививку будет платить? Да, у нас есть категория граждан, которые будут вакцинироваться бесплатно за счет республиканского или же областного бюджета. А есть граждане, за которых в основной массе платят предприятия и будут вакцинироваться, соответственно, на платной основе. Ну, а бесплатно у нас вакцинируются, как правило, это учителя, то есть предработники, медицинские работники, граждане, которые имеют хронические заболевания, это им показано, и ряд других категорий граждан. Вы делаете прививку, Александр Александрович? В обязательном порядке. Я и практически весь мой коллектив делают вакцинацию против гриппа. И какова эффективность? Как оцениваете на себе? На себе оцениваю стопроцентную эффективность, это я говорю искренне. Скажите, пожалуйста, существует ведь номер горячей линии в центре, куда могут обратиться граждане со своими вопросами? Да, существует, но я уже назвал телефон, это телефон приемный, поэтому можно звонить по нему при возникновении тех или иных вопросов, чтобы можно было оперативно принять профилактические, прежде всего, меры по устранению тех или иных нарушений санитарно-пенелогическое законодательство. Я еще раз повторю, 75-72-85. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Спасибо вам за внимание, будьте обязательно здоровы и до встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»